На ваш взгляд, какие вот три самые такие основные проблемы у нас в городе есть? В городе? Это пробки. В час пик это долго добираться, допустим, с работы, а утром на работу. Грязь, дороги и неустроенность во дворах. Ну, проблем, наверное, туалеты, то, что очень мало. Потому что даже с ребенком, когда гуляешь по городу, очень трудно идти. Сейчас летом, мне кажется, что все замечательно. А вот зимой мы были здесь, неделю, в феврале, мне не понравилось, конечно, что плохо убирают дороги от снега, очищают. И крыши домов тоже, сосули большие. Очень страшно с ребенком особенно ходить. Мало цветов. Цветов. Ну, вот зелень, молодцы, молодцы. Ну, цветочки, вот смотрите, здесь были клумбы, всех снесли и все нет. Мне кажется, это как по всей России. По крайней мере, две это дураки и дороги, точно. Но третье, это вот, наверное, текущий ремонт первых. По городу очень трудно передвигаться. На автомобиле, по крайней мере. Да и пешком тоже. Ну, из того, что первое приходит на ум, это ливневки. Их отсутствие, да. Просто они не функционируют должным образом. Общественный транспорт. Основная проблема. Поэтому выход. Нет выделенных полос. И поэтому ждем. И все стоим в пробках одинаково. Я думаю, так работа. Ну, какая-то проблема. О, Господи, что еще? Ну, транспорт, знаете как. Вот не хватает нам трамвайной линии. Достойный. Будет, да, конечно. Чего-то я не надеюсь. Наверное, дороги. Потом уборка территории. Грязно. Плохо убирает грязную. Ну, и третья проблема. Ну, все-таки, наверное, транспорт. Вот эти вот постоянные пробки, постоянные вот заторы вот эти вот. Ну, то есть, вот, транспортные проблемы. Экология. Хотелось бы, чтобы побольше зелени было. Хорошо. И все во что? Ну, наверное, социальное какое-то развитие. Помощь какая-то больше. Работа, чтобы была у людей. Ну, в основном у нас страдает ЖКХ наши, дороги. Ну, и побольше, наверное, детских площадок, потому что здесь не вот, особенно в центре города у нас мало где гулять. Ну, столько проблем, что, я не знаю, вам что называется. Вот, вот, да, вот. Вот, давайте, скажите, пожалуйста, грязь еще что? Вечная утечка, вода течет, канализация или трубы старые. Собаки вот, видите, на детской площадке. Во-первых, грязно очень. Очень грязные дороги. И вот здесь вот аллейка, вот возле лавочек невозможно сидеть. Никто не убирается. Вот это основная проблема Саратова. Грязные дороги. Невозможно ходить, надо перешагивать. Дворы. У нас в частности. И мы уже много лет пишем, ходим везде. Потом мы ходим, эта администрация уходит, этот человек уходит, этот приходит, обещает, уходит, приходит, уходит. Старый трамвай, ЖЖ, это ужас. Ну, анонсировали сейчас скоростной трамвай, но это будет, я думаю, а как люди будут ездить на работу, пока его будут строить? Потому что это единственная артерия из Ленинского района ездить на работу. Водоснабжение, постоянно аварии, постоянно. У нас вот сейчас горячей воды нет, уже два месяца. Отсутствие работы у молодежи. Ну, планировка города, потому что ее нет фактически. Грязь. Ну, невежливые продавцы. И водители невежливые. Какие три основные проблемы города вы могли бы назвать? Мне бы очень хотелось, чтобы памятники исторического характера сохранялись, а не разрушались. Ну, и чтобы, конечно, соблюдалась чистота, аккуратность. Да, да. Иногда просто идешь, держишь в руках мусор и не знаешь, куда выбросить. В центре-то тут нормально, а я живу в Ленинском районе, и там у нас вот эта большая проблема. Яма на яме и мусорка. Вот и все проблемы. Очень грязный город. Ужасно грязный. Грязь и собаки. Дети боятся многие. Собаки бегают, лают, бросаются на людей. Дороги. Ну, мы смотрим, сейчас их делают вроде бы дороги сейчас. Придомовые территории тоже бы заасфальтировать не замешала. Водоснабжение и дороги. Я, например, считаю, что у нас есть проблемы с транспортом. Вот я несколько раз попыталась уехать, а троллейбусом 2А, я не знаю, он вообще что ли не ходит. Конечно, город намного изменился и в лучшую сторону, понятно, что стал намного симпатичнее выглядеть, особенно центральные районы вообще замечательно. Но, тем не менее, проблема, конечно, с водоснабжением проблема. Вот, например, длительное время уже нет холодной воды, ой, горячей воды. Почему-то постоянно отключают, включают, опять отключают, бесконечно роют. На одном месте бывает по 5-10 раз ковыряют эти трубы, вытаскивают, опять закладывают. Площадок мало, с водой проблемы, вот, отключают. Горячей воды нет? Нет, холодной, горячей. Основные проблемы в городе у нас, какие вот для вас конкретно? Водоснабжение, дороги и досуг. Наверное, обустройство центра, там много таких домов, ну, старых, да, это, как бы, влияет на впечатление города. Потом, ну, дороги, они обустраиваются вроде. Ну, пожалуй, зелень кое-где пилят. У нас вот здесь дома опять обкорнале дерево, опять высветит оно. Ну, мусор, наверное, надо почистить немного. В общем-то и все. Ну, с транспортом утром плохо. Очень плохо. Лучше, быстрее, наверное, пешком дойдешь, чем от отсюда, выйдешь в 8 часов утра. Раньше дом построил и сажали деревья. Сейчас нигде ни одного дерева нет. Все заасфальтировано и стоянки машин. Вчера конкретно видел проблему. Новая благоустроенная территория, новый ремонт. И стоят женщины уже в возрасте, дети вокруг, грызут семечки. Вот, представляете, как смотреть на это? Там просто сердце кровью обливается. То есть невоспитанность, некультурность людей. Безработица, низкие зарплаты. То есть молодежи особой работы нет, зарплаты низкие. Какие вот три основные проблемы города нашего, Саратова, вы можете назвать? Вопрос философский. Ну, скажите, какие? Двумя словами не ответить.